В основном говорю для тех, кто будет смотреть потом. Сегодня у нас в тренинг самая мотивация. Дальше как там? Заряни свои батарейки. 2-0. 2-0. Кто-то буквально воспринял твою идею. Да, вот у нас здесь есть зарядное устройство еще. Можно все заряжать параллельно. Но основной смысл этого тренинга – это продолжение предыдущей серии тренингов, которые были в октябре-ноябре прошлого года. И на этих тренингах было очень много вопросов связанных. Вообще, вот ничего не хочется. Не знаю, что хотеть. Вообще устаю, не всыпаюсь, без кофе не проснуться. Вот эти все вопросы. Их была большая часть, на которые тоже хотелось бы дать ответ, вместе обсудить, что мы можем с этим сделать вообще. И можем ли что-то сделать. Зачем это нужно мне? Как я уже сказал в начале, я люблю поговорить, во-первых. Во-вторых, я люблю поговорить по делу. Не просто затрячать воздух, а именно, чтобы это было полезно, чтобы было какому-то результату. Потому что, бла-бла-бла, можно много. Если кому-то из вас, кто-то из вас что-то на себя полезно услышит и применит, мне это будет большое удовольствие, что что-то улучшилось в окружающем мире, скажем так. И кроме того, я иду по определенному пути, я не останавливаюсь на нем. И здесь есть новое, с ноября месяца по сейчас, есть новое, которое я хотел бы вам рассказать именно о всяких прикольных штучках. И традиционно я встречу вопрос к вам, а зачем вам это? Единственное, что я хочу сразу перехватить один стандартный ответ, зарядить свои батарейки, не катит. Это ответ робота, наверное, да? Я пришел, как видите, как батарейки. Зачем еще вы здесь? Почему? Игорь, скажи. Ну, послужить умного человека. Развесно поделиться каким-то своим опытом. Это вполне логично. Иван. Иван. Просто Иван. Ну, в общем, у меня вполне само мотивация не возникает, поэтому, не знаю, хотел бы посмотреть свои методы, сравнить. Ага, то есть у тебя есть наработки? Ну, не наработки, я не знаю, это как-то было бы делать, вообще. Понятно. По жизни. Алла, конечно. Что скажешь? Поехали. У меня наоборот, ну, точнее, у меня тоже выработалось по жизни вначале, а потом началась обратная выработка. В некоторых отраслях. Про творчество, да, что... Потому что зачем себя мотивировать? Может быть, какие-то про такие области, что-то я узнаю новое, надеюсь, что-то просто... Про сложные области я... Отлично. Мотивация. Юра. А я, Юра, оригинальный отвечу. У меня в силу возраста уже батарейки. Заряжать бесполезно, они тебе заряжаются. То есть ты только отцепляешься? Поэтому, нет, мне бы хотелось узнать, как их заменить. Заменить? Да. Кардинальное решение. Избили, да. Трелесантно. Трансплантация. Корректно. Опять же, вы слышите об опыте, где крайне полезно. Я самому делаться не очень дружу. На самом деле, мне самому это название не очень нравится. Но я не знаю, чем его заменить. Честно вам скажу. Я ищу какой-то аналог в русском языке, и пока я его не нахожу. Как бы то слово, которое подходило мне. Потому что самомотивация... У нас уже у всех сложилось, наверное, такое мнение, что это было преднуждение, да? Это самопринуждение. И здесь действительно как-то тонкое. Да. Что-то интересное новое узнать, и мне нужно сделать презентацию. Может быть, что-то для себя такое подчеркну, что я сделаю, и я наконец-таки доделаю эту презентацию. Да, то есть у тебя есть конкретная вещь, о том, что нужно делать. Окей. А я никогда не была ни на каких тренингов, ни на всех дней на веках, поэтому мне было просто очень интересно перейти, послушать. Интересно. Мне тоже интересно послушать. То есть ты вписался в последний момент, да? Мимо проходения. Нет. Я вписался очень давно, как только пришла встреча, я сразу ее принял. Мне стало просто интересно, ну и, собственно, мотивация хромает на самом деле. Интересно? Да. Ну вот если брать, я не так давно выпустился из университета, в университетские годы вот она, собственно, и пропала. В школьные годы... Все отбили? Да, просто она просто испарилась куда-то. Испаренная вещь этим. Да. Вот. Интересно послушать, как можно восстановить все это. И... Школьные. Слушайте, у меня тоже такое комплексное такое видение. Ага. Я хотел бы услышать какие-то наглядные практические примеры, что вообще можно применить, как это применялось. Может быть, ты, допустим, уже применял это где-то. Вот. И, естественно, слово оно... Конкретик нужно. Да, конкретик. Пример. Лучший пример. Что работает, что не работает. Вот. И... Слово дурацкое я бы, может, озвучил желание. Желание... Там... Зачем мы здесь? Ты прямо вот вовремя. И одна. Зачем ты здесь? Я здесь за тем, что... Ну, практически половина года прожита. Так. Как половина? Практически, практически. И что? Лёшик, не пугай ее, пожалуйста. Ну, ничего. Значит... К маю уже подбираемся. Все, снимаем. И что? Сейчас же лето. Сейчас же лето. Жень тут начинается... А у нее уже половина года прожита. Так. И где-то силы-то надо черпать. А я помню... По прошлому... Да не то, что вы. На самом деле я... Это первый год за всю мою трудовую деятельность, когда я к майским праздникам подбираюсь не на последнем дыхании. На последнем? Не на последнем. Да. Наверное, я что-то в этой жизни делаю правильно. И, возможно, мне помог твой предыдущий тренинг, на котором я была. Да. Поэтому я решила... Пас человека. Я решила закрепить успехы и посетить сие мероприятие еще раз. Как сказал Зигмунд Фрейд, я способен защититься от любой критики, но перед твоей хвалой я бессилен. Спасибо. Спасибо. Олег был прав. Олег. Коллеги, чисто организационный момент. У меня просьба, поставьте, пожалуйста, все телефоны в авиарежимчик. Давайте соберемся в кучу поближе, потому что аудитория широкая и мы все, ну как бы, в пространстве мы разваливаемся. Вы не против? Готовы выйти? Вот здесь есть три стульчика...